Всем привет! Сейчас в преддверии Нового года многие стараются найти какие-то новые рецепты, чтобы хорошо накрыть свой стол. И я предлагаю вам приготовить сегодня один рецептик, один салатик, который называется грибная поляна или мертельный номер. Для салата нам понадобится отварное куриное или свиное мясо со специями, где-то грамм 200-300. Также 2 отварных картофелины и 2 морковки. Здесь они у меня просто поломные пополам. Два маринованных огурца, баночку грибов, 3 яйца, майонез, соль, перец, зелень, 2 плавленых сырка и 1 луковица. Покрываем маслом две боковые стенки посуды. Для салата нужно взять посуду желательно глубокую, широкую, чтобы дно было плоское и чтобы ее потом можно было перевернуть на тарелку, которая шире, чем эта салатница. Берем целые грибочки, не порезанные, кладем шляпками вниз, укладываем плотно по всей ширине салатницы. Грибы должны быть уложены одним слоем, плотным друг к другу. Лук режем полукольцами и заливаем куксусом, разведенным с водой наполовину. Делается для того, чтобы лук отдал немножко свою горечь. Надо постоять ему минут 15-20. Вареную морковь трем на крупной терке. Отварное мясо тоже мелко-мелко нарезаем. Так как огурцы мелкие, я взяла побольше. Огурцы тоже мелко режем. Начинаем собирать салат. На грибы выкладываем лук, который у нас немного полежал в уксусе. Сверху на лук выкладываем слои моркови натертой и заливаем майонезом. Все слои нужно прижимать друг к другу, чтобы они были плотно прижаты, чтобы салат потом хорошо держал свою форму. Теперь берем отварное мясо мелко нарезанное. Укладываем сверху слои на морковь, смазанную майонезом. На мясо высыпаем мелко нарезанные огурцы. Сверху тоже заливаем майонезом. Теперь берем отварной картофель и тоже натираем на крупной терке. Выстилаем картофельный слой. Можно подсолить, если это картошка не соленая или недостаточно соленая, можно подсолить прямо в салате. А также поперчить. Каждый слой нужно как следует прижимать, не забывать, чтобы салат был плотной консистенции. Картофель слегка тоже смазываем майонезом. Теперь берем плавленые сырочки и натираем сверху на картофель. Последним слоем натираем яйца. Яйца можно чуть-чуть подсолить, если недостаточно майонеза. Солим майонезом. Опять же, закрываем майонезом. И разравниваем, приминаем этот слой. Так же можно поперчить. Я добавляю еще немножечко зелени. Можно было положить это там под грибы. Наверное, бы лучше смотрелось. И теперь салат убирается на 12 часов в холодильник. Для того, чтобы салат выложить на тарелку, сначала ее нужно украсить листьями салата. Тогда будет смотреться более красиво. Берем тарелку большего диаметра, чем салатница. Берем листья для украшения, промытые, просушенные салфеточкой. Устилаем дно тарелочки листьями. Немножко так приминаем, чтобы поверхность была более плоской. И теперь у нас самый ответственный момент. Салат у нас настоялся в холодильнике 12 часов. Тарелочка подготовлена. И теперь самое главное, это называется смертельный номер. Так и называется салат. Некоторые называют грибная поляна, а некоторые смертельный номер. Теперь его главное выложить правильно на эту тарелочку. Я сделаю это так, придерживая листья, накладывая сверху эту тарелку, на которой лежать должен салат. И теперь быстрым резким движением я опрокидываю этот салат на украшенную тарелку. И теперь аккуратно, аккуратно, надо чтобы этот салат выпал на эту тарелку. Я его сильно видно примяла, когда укладывала, поэтому он так с трудом оттуда выползает, а не плюхается. Надеюсь, что сейчас все получится. И будет так, как задумано. Вот, все получилось. Грибы можно было сделать немножечко пореже, чтобы они были четко видно, что он не такой большой слой. Что они немножко находят друг на друга. Теперь дополнительно украсим веточками зелень. И все будет готово. Салат готов. Приятного аппетита. Я думаю, он хорошо украсит праздничный стол.